Сейчас финальные инструкции. Пожмите руки, внимательно слушайте команду, соблюдайте правила. Команда Брек, шаг назад. Команда Стополь, сейчас сидите. Сижу, успех. Ого. 70 лет Александру Степановичу. И сколько боев он проводит в год. В качестве рефери, конечно же. Ну, конечно, да, конечно. С каждым из боксеров на ринге. И столк на ринге присутствует, наверное, больше, чем подавляющее большинство профессиональных боксеров за всю жизнь. Да, двигаться иногда приходится очень активно. Ну, советская школа работы на ногах, она, в общем, сказывается. В положительном смысле. А поединок у нас получается с первых секунд очень активным. Да, Файлор сразу же включился в атаку. Не стал пытаться разведывать. Решил таким атакующим спуртом смять своего соперника и сразу же показать, кто здесь хозяин в ринге. Да, и здесь, несмотря на то, что Усику досрочно проиграл Князев, но это не был какой-то нокаут, да, это ТКО было. И Князев достаточно прочный парень. Для Файфера нужно все-таки очень аккуратно и осторожно действовать в том плане, что не нужно так вот выплескивать кучу сил в первом раунде, пытаясь, вот, в начале боя пытаясь нокаутировать, потому что силы могут закончиться, а соперник все еще стоит. Ну да, тем более против такого мастера, как Александр Усик, Князев простоял, по-моему, до восьмого раунда. Да, восьмом раунде бой был восстановлен. Как бы дорогого стоит. Ну вот и Князев уже отвечает, так, немножечко атакующий пыл у Файфера сошел на нет. Ну, не на нет, конечно, но так, немножечко, да. Пад снизился все-таки вот это вот. Ну, возможно, как раз первые выплески адреналина, которые всегда сопровождают боксеров, которые выходят на ринг, они именно способствуют тому, чтобы идти вперед и много двигаться, а потом вот он выгорает из крови, и получается уже более осмысленный такой выверенный бокс. Да, отметим, что Виктор Петраченко является тренером Руслана Файфера. Петраченко один из самых здоровых. Файфер как раз попадает справа и по печени, и в голову у Канатов Князев. Но Князев будет всегда отвечать. Нужно быть внимательным. Даже когда он в тяжелом положении, он будет отвечать, и отвечать очень жестко. Так вот, Петраченко один из, наверное, самых успешных российских тренеров в профессиональном боксе. Вот его подопечный Руслан Файфер сейчас сражается с Андреем Князевым. Бой запланирован на 10 раундов, титулов никаких не стоит, но для обоих боксеров победа очень важна в этом поединке. Для Файфера для того, чтобы продолжить свою победную серию, ну а Князеву как-то реабилитироваться после поражения в прошлом поединке. Вот мой коллега Роман Гришин подсказывает мне, что я ошибся в количестве раундов в этом поединке. Он на 8 запланирован, но немножко оправдаюсь, меня смутил бокс-рек. Там стоит десятка. Ну и у нас в предыдущем был уже вопрос, но тем не менее раунд получился довольно-таки хорошим. И атакующий спорт Руслана Файфера был остановлен Андреем Князевым, и дальше боксеры перешли уже именно непосредственно к боксу, не стали активно рубиться, и были очень хорошие эпизоды к исполнению Файфера, когда он зажал Князева у Канады. Здорово, конечно, справа Файфер попадает. И болтанул он своего соперника этим ударом. Империя спорта. Второй раунд. И также активно левый начинает действовать во втором раунде Руслан Файфер. Даже для такого достаточно рослого боксера было непривычно видеть, когда он ушел в очень широкую стойку, оттянулся далеко на ногах и при этом продолжал доставать передней левой рукой своего соперника. Но сейчас уже его потихонечку так не забил, но затолкал Андрей Князев в угол, и если бы не вмешательство Александра Калинкина, он бы попытался, наверное, как-то развить свою атаку. Я за Русланом Файфером наблюдаю практически с самого начала его профессиональной карьеры. Я комментировал его третий поединок на профи-ринге. Это в апреле 2014 года было против Ибрагима Халилова. И вот в общей сложности, наверное, пять боев примерно, да, это, наверное, шестой бой, который я комментирую Руслана. Все-таки прогресс заметен. В первых боях немножечко так он, знаете, как не в своей тарелке, что ли, смотрелся, никак не мог понять, как правильно ему действовать, что делать. Так, огрехи в технике были. Но сейчас Руслан все-таки, вот работа, да, тренера и его собственное желание развиваться, прогрессировать, оно заметно. И Руслан значительно сейчас лучше, чем он был в начале своей профессиональной карьеры. Я напомню, что этому парню всего-то 25 лет. Для первого тяжелого веса, какой апперкот красивый сейчас был. Для первого тяжелого веса это, в общем-то, только начало. Самый молодой из чемпионов здесь Александр Усик. Кстати говоря, ему, если я правильно помню, 29 лет. Сейчас я даже точнее скажу. Да, все правильно, не ошибся, я 29 лет. Тот же Денис Лебедев, ему 37, да, обладатель двух поясов в этой весовой категории. Григорий Дрозд, ему тоже 37 лет. Но, правда, сейчас Григорий чемпион в отпуске, потому что за травмой не смог свой титул защитить. Так что Крузер Вейт, он достаточно такой возрастной, да, по большей части. Но до недавнего времени все равно оставался более даже популярным, чем супертяжелый вес. Сейчас в супертяжелом весе начался такой определенный разборот и шатание. После того, как Владимир Печко потерял свои пояса. И также пояса тут же разбежались по разным боксерам. Ну вот как раз услышал я сейчас пожелание Андрею Князеву из его глаз, чтобы он висел на своем сопернике. То есть, ну, использовал тактику, так называемого, спойлера по бою. Вот, но, конечно, красоты бокса это не добавит. Но попытаться измотать Руслана Файфера и в какой-то момент тогда уже по вымотанному сопернику поработать, возможно, имеет какой-то смысл. Но, еще раз скажу, да, с точки зрения зрелищности это бой, конечно, потеря. Они получаются ногами работают. Так почему-то, ну, тут улица, ну, так и нога боксируются. Маленько, это, ну, зажался. Вот. День короткий удар, обрывай. Вот. Маленько, боксерское шоу День бокса с Ману ЧТВ в Краснодаре. Задает ваше внимание промоутерской компанией «Пересфорта». Санкционировано в Российской Федерации персонал бокса России. Президент Виктор Агейев. Совместно с Интернашнолом Боксинг Агрициейшем. Продолжаем истинную благодарность Андрею Викторевичу Андееву за поддержку проекта и отказанное костеприимство в Краснодаре. Третий раунд. Так, третий раунд. Противостояние Руслана Файфера против Андрея Князева. Бой в первом тяжелом весе. Да, и у Файфера полностью черный шорт, у Князева с белыми полосами. Можно сказать, что техника, да, и разнообразие Файфера, конечно, превалирует, да, и доминирует в этом поединке. Ну, по сути говоря, Князев не делает с точки зрения именно ударной техники ничего выдающегося. Он просто подходит вперед, наносит два-три удара и пытается висеть на Файфере. В отличие от Руслана, Руслан, конечно, перемещается и назад, и в стороны, и работает более разнообразно, наносит разные удары под разными углами. Здесь шанс Князева такой основной, да, если Файфер все-таки подустанет ближе туда к шестому, седьмому и восьмому раундам и не сможет уже так активно двигаться, действовать, выобразовать различные удары комбинациями под разными углами. И там, может быть, попробовать, ну, какие-то решительные действия Андрея Князеву пока что, да, вот ничего он практически ничего не может поделать со своим соперником. И удары у него выглядят такие, ну, скорее, как шлепки, чем удары, потому что, вот по сравнению даже с тем, как прилетает перчатка Руслана Файфера и перчатка Андрея Князева, ну, ощущение, что урон у Руслана в разы больше. Старается тренер гнать Андрея Князева вперед, но пока Андрею Князеву не хватает, возможно, какой-то точности и своевременности нанесения ударов. Хотя бы просто повыбрасывать. Вот как боксеру нужно экономить свои силы, а тренеру нужно расходовать свой голос правильно, потому что так можно и сорвать. То, как кричит тренер Андрея Князева, ох, какое рассечение у кого-то сильное. Только что, только что, да, получили боксеры. Видимо, у Князева. Да, судя по тому, как залито его лицо и то, что кровь на груди у Руслана Файфера. Да, и в глаза попадает, и Файфер, конечно, сейчас выбрасывает удары, и очень тяжело видеть эти атаки. Хорошо на отходе Глассер действовал сейчас. Сейчас, возможно, мы увидим, насколько глубокая там сечка. Ну, она там сверху, насколько я понимаю. Вроде, да, на лбу по волосистой части головы, там на границе. Ну, а Руслана Файфера – это не его кровь, это кровь соперника. Сейчас где-то в этом эпизоде. Ну, уже в крови оба боксера. Уже в крови лицо у Князева. Значит, чуть раньше. Чуть раньше. Вот сейчас уже нет, сейчас нет как раз-таки. Вот. Вот, да, вот он момент. Столкнулись как раз головами, и тут же кровь пошла. Да, она даже не то, чтобы пошла, она буквально брызла. Хлынула. Хлынула. Империя 100. Четвертый раунд. Ну, вот Князев продолжает прессинговать, идти вперед, давить на своего соперника. Тот отстреливается пока что успешно. Ну, вот посмотрим, как будет под прессингом действовать дальше Файфер. Файфер, потому что пока еще даже до середины боя мы не добрались. Ну, доберемся в концовке этого раунда, но тем не менее. Ну, знаете, Григорий, несмотря на то, что Князев пытается вроде как действовать первым номером, выглядит так Файфер, вот это он ведет свой бой. Именно что он именно лидирует. Так и есть. Вот в этом заключаются хитрости контроля ринга, потому что можно идти на соперника, да, и задавать положение в ринге, а можно наоборот отступать. Но при этом тоже быть инициатором положения боксеров в ринге. Иди, посмотри, Владик. Да, и сейчас Влад Куршев, врач, который практически на всех основных вечерах бокса в России работает, проинспектирует Андрея Князева. Андрюш! Андрюш! Андрюш, руки найдешь! Андрюш, руки найдешь! Ну, смотрите, какая затяжная атака в исполнении Андрея Князева, а Руслан Файфер при этом не пропустил практически ни одного удара. Это хорошая защита корпуса. Молодец! Молодец! И на отходе очень здорово Файфер действует, еще успевает, кроме того, что разорвать дистанцию, уйти от удара, так еще и в ответ парочку неплохих комбинаций выбросить. Да, причем на дистанции находится на такой, что оба боксера могут доставать до соперника, но удары Князева летят мимо, а удары Файфера летят точно в цель, по большей части. И даже работал в блоке. То есть Князев, когда перекрывается блоком, у него руки какие-то такие расхлябанные. Их очень легко разбить, и можно попасть как раз в голову, в челюсть, в весо. А при этом Файфер, когда перекрывается блоком, у него блок плотный, и удары практически между рук и за руки не прилетают. Молодец! 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 Вот по корпусу сейчас Князев неплохо попал. Ну, все-таки очень опасно он идет вперед, иногда без ударов, да, бросается подбородком вперед практически, да. И уже были моменты, когда Файфер встречал его ударами. Пока что это все, ну, не так опасно было, но все-таки, все-таки, когда так идешь на соперника, и когда еще и усталость есть, да, внимание уже не то пропустить на встречу апперкот или боковой, ну, или вообще правый прямой. На этом можно и бой закончить для себя. Ну, и для соперника тоже, да, но имеется в виду, что для себя в грустном варианте. Ну, уже здесь вот вынуждены боксеры ввязаться в клинче, много делятся поединок на такие отрезки, когда сначала активность одного, потом активность другого, и спасаются они в клинче, пережидают какой-то момент, вот как сейчас. И потом дальше рефери их разводит, и все начинается заново. Ну, по ощущениям Андрею Князеву приходится тяжелее сейчас в этом поединке. Половина которого уже позади. Клинчу. Вот ты ударишь, атакуешь и клинчуешь. Такой клинчуешь. Но ты узко стоишь, вот сейчас сбивает баланс. Надо ноги шире делать. Надо мелкие задние ноги спираться, понимаешь? Ну, право. Ну, это бал. Ну, вот сейчас замечание от Виктора Петраченко, своему боксеру, то, что ноги узко у него слишком, нужно пошире, для того, чтобы потверже стоять, да, баланс лучше сохранять. Потому что, ну, представьте, да, если у вас ноги плотно друг к другу стоят, и вас кто-то толкнет, вы упадете, да, вы не сможете сохранить баланс. А если у вас ноги расставлены широко, вас не так просто будет столкнуть и уронить. Центр тяжести ниже, упереться легче. Да, и именно на этом акцентирует внимание Виктора Петраченко, своего боксера. И еще, да, здесь такая тактика безопасного ведения боя. Проводишь атаку и сразу входишь в клинч. Ты не даешь сопернику тем самым ответить. Ну, тут обоюдно, причем, эту тактику используют спортсмены. В чем Андрей Князев пытался это делать в начале, в первой половине боя. А сейчас, по всей видимости, так будет делать Руслан Пайфер. Потому что Андрей Князев пытается все-таки как-то развивать свои атаки, но Руслан ему это не всегда дает. Хотя, в принципе, знаете, Григорий, довольно-таки, ну, на мой взгляд, странный совет в исполнении тренера. Почему? Потому что Руслан очень здорово бьет на отходе. И на отходе у него получается вести свой бой. Он за счет более длинных рук, высоких, чуть-чуть он выше, но, тем не менее, эти габариты позволяют ему, Князеву, обрабатывать с дистанцией. Ну, нет, конечно, Роман, я не буду в отличие от вас спорить с тренером. Нет, я не спорю, я просто, скажем так, высказываю свое мнение. Виктор Петраченко, он знает своего боксера, ему, конечно, виднее. Ну, я обратил просто внимание на такую особенность Руслана, что он и на отходе очень неплохо действует. Ну, он в целом, наверное, практически во всех компонентах действует неплохо. Даже, я бы сказал, хорошо. Но все-таки заметно, что немножко подустал Файфер, и, наверное, физическая готовность – это тот компонент, на котором еще нужно много и много работать. Я, честно говоря, не знаю, есть ли в команде диетолог, но это тоже очень серьезно помогает. Например, Денис Лебедев долгое время работал без диетолога, но потом, когда поехал в США, начал работать с Фредди Роучем, там у него появился в том числе и диетолог. И Денис сказал, что, ну, честно говоря, даже не знаю, как я вообще раньше без диетолога в команде обходился. И очень жаль, что я не начал с самого начала карьера пользоваться услугами данного специалиста. Призывает тренер Андрея Князева работать, но при этом Андрей, по всей видимости, выдал много сил, выложился и уже идет просто-таки без удара вперед, позволяя Руслану Файферу себя расстреливать с дистанции. Ну, за исключением редких ситуаций, когда они вяжутся в клинче и на выходе тогда уже Андрей неплохо работает. У нас довольно откровенный поединок получается в данный период времени, но тем лучше. Все это очень интересно. Не так и часто мы вообще в первом тяжелом весе такие вот откровенные бои видим, когда размен, когда боксеры не боятся идти в атаку, не боятся пропустить и оставляют все силы. Да, по сути, здесь такое жертвование защитой. Защита не нужна. Один идет вперед, второй отступает, но все равно бьет. Так же. Субтитры сделал DimaTorzok Причем попадание у Князева довольно увесистое по туловищу. Я имею в виду, и может быть, да, это отчасти из-за этого Файфер немножечко так сбавил в активности, потому что попадания эти отняли у него какое-то количество сил. Все-таки парни крупные, да, более 90 килограммов, и по печени Файфер уже не первый раз попадает. Хорошо ушел в сторону, и заметил я, что в этом раунде начинает Руслан Файфер еще один тактический момент использовать. Пробивает атаку, Андрей по инерции пытается идти вперед, но Руслан его отталкивает и тут же добивает еще пару ударов. Пробивает атаку, Андрей по инерции пытается идти вперед, но он сейчас застоялся слишком долго. Вроде ушел неплохо от первых двух ударов, но потом низко была опущена голова, и там, конечно, уже Князев этим воспользовался. Ну вот классическая работа на отходе, три комбинации все пришли в цель. Не все, конечно, чисто, часть по блоку, но, тем не менее, активность и агрессия здесь полозащита. Хорошая была попытка сейчас из уклона выстрелить на исполнение Андрея Князева. Попал он по корпусу, но это не получилось, но плотно приложится. Ух ты! Зацепил Князев на отходе сейчас Руслана Файфера. Не так плотно, как мог бы, немножко все-таки не так точно. Ну, там как раз в эту сторону Файфер смещался, просто уже вдогонку долетал удар. А вот сейчас еще раз, да, попадание, но опять же, да, немножко не точно. Но это все опасно, если так, раз мимо, два мимо, да, на третий раз может оказаться точно в цепи. Князев промутыкает сквозь удары, знаете, как по лесу, если бежать, и ветки в лицо, а ты не останавливаешься и продолжаешь бежать вперед. Так вот Князев, да, сквозь эти удары идет, и Файфер даже так споткнулся немножко сейчас. Видимо, сил у него не так и много осталось. Впереди еще два раунда. Внимательно, русский богатырь в синем углу ринга, а в красном углу ринга действует чемпиона России в тяжелом весе Руслан Файфер в город Краснодар. На повторах видно, что чуть менее силовыми стали удары Руслана Файфера. Это вполне ожидаемо. Бой достаточно плотный, напряженный и энергозатратный. Да, один из самых тяжелых поединков в карьере Руслана Файфера и, безусловно, один из самых тяжелых поединков в карьере Андрея Князева. Так что здесь оба боксера кое-что о себе узнают, кое-что в себе откроют. Может быть, какие-то дополнительные резервы, которые... Может, ты сам о них не подозреваешь, пока не окажешься вот в такой ситуации, да, в таком тяжелом поединке, изнурительном. Така надо идти вперед, продолжать отдавать всего себя. Тут даже не надеясь, да, вырывая просто-таки волевую победу. Теряется периодически Андрей Князев. Все-таки за блоком слишком плотно перекрывается и сам себе обзор закрывает. А Файфер пользуется советом своего тренера, Виктора Петровиченко, уходит как раз в стороны, потому что сейчас все удары у него идут в основном из перемещения вправо или влево. До этого отходил он назад по прямой. Но при этом у Файфера руки все-таки высоко уже практически не держатся. Вот эти атаки он сейчас проводил свои, все с опущенными руками. Уходит с опущенными руками. Очень тяжело, очень тяжело обоим боксерам. В зале остались уже самые преданные поклонники бокса. Время позднее, просто наверное. Они не пожалели. Да, что бой действительно на загляденье. Минута остается в седьмом раунде и в сумме четыре минуты боевого времени. Очень тяжелые. Сейчас финальный раунд, да, три минуты. Это будут, наверное, самые долгие три минуты. Самые долгие три минуты для обоих боксеров, потому что очень-очень тяжело. Сил уже по сути нет. Дальше на морально-волевых. Вот Князев справа попадает. Но и натыкается при этом на апперкот. Князева уже защита вылезла из шорт. Уже полностью практически. И Калинкину приходится разнимать буквально боксеров. А тренер Андрея Князева уже действительно сорвал голос. Готов, по-моему, сам броситься на ринг. Князев продолжает стараться. Но чуть-чуть точности ему не хватает. Ну, чуть-чуть, это, Роман, вы оптимистично сказали. Все-таки в большинстве моментов, ну, если, в большинстве моментов, если взять те два попадания Князева, да, которые были где-то чуть-чуть вот рядом с целью, то вот там действительно чуть-чуть. А в большинстве случаев, конечно, очень сильно не хватает. А вот это будет. Ну, вот Виктор Петроченко говорит своему бойцу, ровный бой. И финальный раунд обязательно нужно выиграть. Я думаю, что в другом углу тренер говорит ровно то же самое. Послушаем. Не послушаем. Но, тем не менее, здесь уже у кого чуть больше сил останется, кто сможет провести наиболее результативную, яркую победу, атаку, тот и победу и как раз и одержит. И восьмой раунд! Да, и пошли, пошли боксеры навстречу друг другу. Правда, клинч. Ну, в этом бою это не редкость. Но я думаю, что в этом раунде будет немало таких ярких эпизодов, когда будут буквально врубаться. Врубаться, да. В соперника. Ох, левый боковой. И справа, но там уже так, скользнул удар. Все-таки, вот, пока Файфер был полностью свежим, да, вот это преимущество, которое задел он, создал, пока был, вот, полностью у него все было под контролем, первые пару, тройку раундов, может быть, он и сыграет роль в этом поединке. Потому что, да, когда Файфер замедлился, Князев сумел навязать в каких-то моментах там свой поединок, по туловище были хорошие попадания, в голову периодически попадал, активность проявлял. Ну, вот, как кажется, задел, который Файфер создал в начале боя, он может в итоге сказаться на этом поединке. Но, но, в любом случае, сейчас может и получиться так, что кто выиграет финальный раунд, тот и выиграет бой. Или наоборот, сведет, например, в ничью, да. На данный момент это самый, пожалуй, агрессивный, активный раунд этого поединка. При том, что сил, да, практически... Да, уже вымотались боксеры, ощутимо, потому что так друг друга таскать в клинче и еще выдерживать количество ударов, сколько по друг другу они нанесли. Уже сейчас о защите практически нет никаких мыслей. Все, все в атаку, все в атаку. Выброшенные удары. Делится эпизод резкий, взрывной, атакующий спурт, потом дальше клинч, и потом все снова повторяется. Вот в этом раунде Файфер, мне кажется, чуть больше ударов нанес, но у Князева удары были потяжелее. Это по акцентированию. Здесь еще зависит от судей, как они считают, что для них важнее, количество ударов или все-таки тяжесть этих ударов. Ну, уже вроде как и у Файфера повреждения на лице открылись. Последние 30 секунд остаются в этом поединке. Не останавливаются боксеры. Каждый идет навстречу друг другу. Сил, конечно же, не осталось. Руки еле летят, но бить надо продолжать. Ну, что ж, мне кажется, этот бой, возможно, лучший бой этого боксерского вечера в Краснодаре. Ну, один из лучших уж точно. Вечер вообще действительно очень достойный получился. И разнообразные бойцы, боксеры, и каждый со своим настоящим, жестким, неуступчивым характером. Что ж, также в размене ударами завершается этот поединок. Нам осталось услышать финальный вердикт, как посчитали его судьи, кто будет огорчен, кто порадуется еще одной победе в своем услужном списке. Ну, тут, я думаю, что упрекнуть себя практически не в чем, да, с точки зрения самоотдачи, может быть, где-то по плану на бой, по тактике, по выполненным задачам. Да, ну, вот чисто вот морально-волевые качества, то, как боксеры отдали себя буквально этому поединку, здесь вопросов нет. Два война. И только спасибо им за то зрелище, что они устроили здесь и сейчас. Настребление, желание победы у боев невероятное просто. Руслан Файфер. Напоминаю, что вечер бокса у нас в Краснодаре, а Файфер, в общем-то, в некотором смысле парень местный, он из Джубки. Тоже Краснодарский край. Поехали. Ну, вас право. Благодарю. Благодарю. Наверное, вот эта вот процедура со снятием перчаток, с приведением лица Максера в порядок, она чисто психологически его все-таки ну, расслабляет, потому что если просто стоять в напряжении, ожидать вердикта судей, можно еще сильнее себя накрутить. Ну, и в принципе, да, вот избавиться от перчаток, потому что руки горят, да, то есть все это влажное. Итак, решение. Уважаемые дамы и господа, разрешите огласить судейский вердикт. Судья Горцко, 79-73. Файфер. Судья Летунов, 77-76. Файфер. Судья Малозони, 78-76. Файфер. Идиногласным решением судей победу восьмеравном поединке одержал Руслан. Ну что ж, Руслан Файфер одерживает победу единогласным решением судей в этом поединке. Поединок получился очень, очень тяжелым, но тем лучше для Руслана, что он сумел вытащить буквально на морально-волевых победу в этом поединке. Светлана, просим вас пройти в ринд. Валерий, просим вас, Сергей. Проходим в ринд, сделаем общее фото. Руслан, несколько слов, пока все поднимаются. Ну и слово победителю. Да, слово победителю, Андрею Князеву мы еще хотим выразить свое уважение за этот бой. В первую очередь хотел бы сказать, что моя победа посвящается памяти Андрея Андреева. Также хотел бы поблагодарить публику моего родного города. Спасибо вам всем, кто пришел. Есть много моих друзей, которые приехали с разных регионов страны. Спасибо вам. Руслан, профессиональный вопрос. Очень многие боксеры, топовые боксеры, знаменитые боксеры в истории профессионального бокса на стадии карьеры такой, как у тебя, то есть у тебя сейчас получается 17-й бой у нас был, избегают соперников с такими габаритами, параметрами, как Андрей Князев. Почему ты принимаешь такие вызовы? Ну, я считаю, что мужчины, я так говорю, занимающие видом этого спорта, не должны избегать вообще никаких боев. Просто нужно рационально подходить к этому, при правильной подготовке, при правильном наставлении людей, которые тебя окружают. Это тренеров, которые дают мне технику, дают мне возможность показывать то, что я показываю. Конечно, все это результат нашей команды. Пользуясь случаем, давай спросим твоего тренера. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...